14 раз в боевике открывали огонь за сегодня. Один украинский военный ранен. Противник бил из гранатометов и пулеметов вдоль всей линии разграничения. Самые горячие участки Крымская, Новгородская, Павло-Поливодяное, Светлодарские. Наемники атаковали градами. Подробнее о ситуации на фронте расскажет наш военкор Ирина Баглай. Это снайпер на работе. У них определенный период времени работал снайпер. Снайпер перезаряжается, работают плотнее пулеметы. Пока отработали пулеметы, начинает работать опять снайпер. Пулеметы перезаряжаются. Вот таким вот принципом они работали вчера. Присутствие снайперских групп противника пехотинцы ощутили на всех участках фронта. Это гастролеры из России, профессионалы со специальной подготовкой, говорят военные. Працуют в двоечках, в троечках працуют снайпера. А что это значит? Ну, то есть по два человека, по три человека. Один коррегурирует, другой наводится, стреляет. И третий может вот этого мана. Бойцы уже научились определять, провокация это или направленная атака. Поэтому лишний раз на хитрость врага не отвечают. Хлебное перемирие позволило противнику перегруппироваться. И российские оккупационные силы ударили по подконтрольной Украине территории из реактивной артиллерии. Впервые за три месяца на наших позициях разрывались ракеты Града в районе Светлодарской дуги. Наемники выпустили 13 снарядов. Все началось с того, что они кидали обычно осветительные ракеты, которые не взрывают, просто свет. Можно сказать, пристреливались. А потом, сейчас же в последнее время, видно, уже когда чуть пристрелялись, начали кидать уже боевые. Среди наших военных без потерь. Помимо снарядов и мин, боевики посреди дня обстреливают позиции и из зенитных установок. Лесистые местности при горке позволяют спрятать зенитку и мобильно скрыться с передовой. Если человек попадет под такой дождь из острого железа, последствия для него могут быть фатальными. 23-мм снаряд. Там, в принципе, его вага 400 грамм. Если его разрывают, то, сами понимаете, это как разрыв гранаты. Так что, если человек находится безусловно под местом разрыва снаряда, то результаты могут быть плохие. Разведку боем боевики чередуют с разведкой с воздуха. Огневому подразделению противовоздушной обороны удалось сбить российский беспилотник. Со стороны оккупированного Первомайска он направлялся в глубокий тыл подконтрольной Украине территории.